Привет, дорогие друзья! И, как обычно, снова влог. Самый, что ни на есть, разнообразный. А то, мачу, любимое видео хозяюшек расхламление. Ну, что делать? Приходится расхламляться. Потому что, вот, например, книги. Я уже сказала по этому поводу, но повторю. Есть ли они прочитаны? И больше никто не планирует их читать. Ну, зачем они занимают место? Это только моя точка зрения. Есть книги, которые дороги просто как память. Знаете, это тоже важно. И есть у меня такие книги, которые я просто люблю видеть. И люблю знать, что они у меня есть. Они накопили какую-то энергетику. У меня есть учебник русского языка за шестой класс. Там у меня даже вклеен листочек. Работа над ошибками. Да? Вот такой вот динозаврик у меня случайно сохранился. Но это, конечно, я никогда не выброшу. Вот. Ну, а книги, которые уже прочитаны и не планируют больше никто, как я уже сказала, читать. Что им? Пусть другие пользуются. Серёжа сегодня их уже... Я вам покажу все эти книги. А сегодня уже Серёжа их вынес в двух целлофановых пакетах. Вот. Кому нужно, те заберут. Вернее, уже, я думаю, забрали. Или разобрали. Вот. Ну, смотрите. Моё книжное расхламление. Так, друзья, привет ещё раз. Вот, на ночь глядя, вдруг мне захотелось расхламиться по книжной части. Как я уже говорила, это у меня было по плану. И покажу вам, что... Ну, частично покажу вам, что же уходит на скамейку. Поставим на скамейку в целлофановых пакетах. Кому нужно, заберут. Сейчас я вам покажу, какие книги. В библиотеку нести не буду. Я не вижу смысла напрягаться и таскать на себе такие тяжести. Поэтому, девочки, кто говорил мне, что надо бы понести и так далее, нет. Нет, этого не буду делать. Поэтому просто выставим в пакетах, так, чтобы они не намокли, их тут же заберут. Заберут люди, которые сдают макулатуру. А уж приёмщики макулатуры разберутся, нужно ли им что-то из этой литературы, либо не нужно. А мне так уж точно не нужно. Итак, ну, это так, брошюрки всяческие, забавные. Вот Мариночкина книжка «Приключения Буратино». Это тоже Маришкины книжки. Потому что в те времена всё больше мы книги читали. А сейчас у нас компьютер. Книги, пластинки были. Я ей ставила сказки пластиночные. Так, кулинарные рецепты. Очень красивые такие тут есть. Так, где же они? А вот, яичница очень красивая. Такие. Ну, в общем-то... Знаете, при рассматривании хлама... Вернее, при выбрасывании хлама, главное не начать его рассматривать. Вот, очень аппетитно. А что тут курочка? Вот. Значит, я этим пользоваться не буду. Так, мой любимый Александр Иванов. А птичку жалко. Но я знаю, что я уже читать этого не буду. Поэтому... Так, что у нас тут? Диля Яникеева уходит. Так, «Весели парады». Кстати, очень-очень забавная книга. Очень классная книга. Но я её уже читала. Я перечитывать её точно не буду. Так, что тут у нас ещё? Любовница, подруга и жена не пригодится. Так, что тут? Пирамиды. Не нужно. Это у нас что такое? Литературные портреты Андре Маруа. Когда-то читала, но перечитывать точно не буду. Так, тут у нас кто? Николай Козлов, «Философские сказки». Это такая психологическая литература. Читала, но тоже из психологии «Застенчивость». Тоже из психологии «О конфликтах». Тоже о конфликтах. Это религиозная «Мы вечны» книга. Книги все хорошие. Ну, не все, конечно, но очень многие хорошие книги. Так, здесь книга «Колдунья. Уроки магии». Не пригодится. Так, «Ислам». Тоже вот такая вот. Ну, красивые книжечки тут, конечно. Так, от кого мы произошли? Вот оно. Не хочу. Я читала научный подход, поэтому всякую ерунду читать не хочу. «Мертвые души», естественно, прочитаны. Да простит меня Акуджава, но я люблю его песни в его исполнении. Ну, стихов мне его вот в сборничке в этом не нужно. «Лермонтов» уходит. Здесь проза, пьесы и так далее. Дальше книжица такая о любви. Истинная правда опять «Козлов». Опять эти психологические различные штучки. Так, «Заблуждающийся разум». Что-то я тут читала, но уже не помню совершенно о чём. «В поисках затерянных миров». Это так, книга о путешествиях. Почему я убираю слишком мелкий шрифт теперь уж для меня? Напрягать так сильно зрение я тоже уж не хочу. Уже сто раз устаревшая книга «Секреты по выбору стиля». Совершенно ненужная, потому что я смотрю современных стилистов, блогеров. И мне это гораздо интереснее. Так, «Тысяча и одна ночь». Несколько тут сказок. Такого большого формата книжечка. «Мариночкины детские книжки». Я думала, Настюша будет. Ну, вот времена меняются. «Маришкина». Тоже из «Маришкиного детства». Я ей читала ещё, когда она малышкой была. «Фату Хива». Это книга путешественника Тура Хейрдала. Читала, почитала. Даже немножечко я её зачитала. Она у меня уже разваливаться стала. Вот. Ну и всё, и хватит хорошего понемножку. «Как стать первоклассным руководителем». Ну, это такая вот книжица. «Исчезнувший мир». Достоевский уходит. Что тут у меня? Трезвые мысли. Что-то когда-то читала. Вот она уже сто лет лежит. Ничего особенного. Тут тоже психология зачитанная до развала полного о манипуляциях. Да. Так что тут у нас ещё. Ночь на корабле. Повести и рассказы не пригодятся. Параллельные миры тоже уже неинтересно. Маленькая брошюрка Куприна уходит у меня. Осталась книжка с рассказами, повестями Куприна. Ну, это не нужно. Просто чтобы место занимало. Это вообще издательство «Малыш». Пакетики. И застольные песни. В общем-то, здесь все песни, которые, наверное, только есть. Ой, Серёжа в той комнате играет. И там они так общаются активно, наверное, слышно, да? Вот застольные песни. Вот такая гора книг. И котик наш, да, Малыш? Сейчас я его освещу. У меня вот эта лампа, я её сюда принесла. Баксик. И Баксик. Баксик, он за мной хвостиком ходит, прячется. Малыш какой! Ты малыш! Ну, и я там по традиции, и я с вами тут. Так. Ну, вот и всё, что я хотела вам показать. Это у меня второе расхламление, книжное расхламление. Сейчас буду уже принимать вечерний душ и спать. Потому что время сейчас уже двенадцатый час. Уже около двенадцати. Вот. А тут вот моя любимая книжечка. Адам Мицкевич. Ой. Вот. Это, это. Очень много книг, конечно, осталось. Остальные книги, которые я очень люблю. Ну, вот эти надо убирать. Это то, что мне уже больше не понадобится. Вот они мне не нужны, и всё. Всё. Ну, а сижу я в прихожей. Это, это прихожая. Ну, у меня тут столик стоит. И вот. Вот, кстати, пока лампа здесь, покажу вам. Вон, мои духи стоят, которыми я часто пользуюсь. Теперь, ну, вот, немножечко лежит. Мои очки лежат солнцезащитные. И вот резиночка с волос. Вот такой вот у нас тут зубр. Клюшница. Вот такой горшочек с цветочками, ещё с цветочками. Вот. Ну, и, конечно же, наш маленький котик, который уже прорывается в ту комнату, в спальню. Ну, если куда-то дверь закрыта, он непременно будет туда рваться. Да, малыш? Кс-кс-кс-кс-кс. Баксик. Вот. В общем, друзья. Да. В общем, хватит уже. Хватит уже мне тут разглагольствовать. Пора уже спать ложиться. Потому что я уже спать хочу. Уже 12 час. Сейчас, я же говорю, уже около 12 часов. Пошла я спать. Спокойной ночи. Девочки, и спрашивали меня, каким кофе я пользуюсь. Какой кофе я пью заварной или растворимый. Ну, вот я вам скажу одно. Я товарищ непостоянный. Мне что под руку попадёт. Но, я стараюсь всё-таки натуральный кофе использовать. Вот как раз, как раз купила. Сейчас я взял его. Вот так потемнее, не отсвечивает. Вот как раз купила дня два назад. Вот этот кофе. Он очень хорошо пахнет. В общем, я пользуюсь вот таким кофе. Потом есть ещё в голубой обёрточке. Я показывала в своих видео. В голубой обёрточке есть. И есть кофе Форт. Ну и не знаю, что под руку попадёт. На данный момент, на данный момент, это вот такой кофе. Натуральный, молотый. Здесь что-то грамм сто, наверное. Да. Здесь что-то написано. Чайник кипит. Видите, огонь из-за угла. Синяя ромашечка. Чайник не кипит, а закипает. Ну и я тут вам такой небольшой натюрмортик соорудила. Вот. Иногда пью, конечно, растворимый. Но это не то. Вообще хочется кофемашину. У меня есть кофемашина. Только очень старая ещё из моего. Вот, я её достала. Она была просто завязана в большую тряпицу. Она без упаковки была. Это из моего бара. Ну, я поставила на неё сейчас вот эти вот чашечки, которыми мы тогда пользовались. Вот. И вы знаете, к моему стыду я ни разу сама лично не делала кофе в этой кофемашине. Потому что всё делали девочки-официантки. Поэтому я... Ну вот. Как ею пользоваться? У Катюши могу спросить ещё. Мы с ней переписываемся. Вон там что-то такое. Водичка, то да сё. Какие-то... Нам привозили пакетики такие кофейные, таблеточками сделанные. Вот. Она там, видите, грязная, ржавая. Но я её только достала. Я её просто протёрла сверху. Так, чтобы не совсем... Ага, вот так вот. Вот так вот, да. Что-то здесь поворачивалось. Не, ну есть у кого... Есть девочки, которые у меня работали, которые знают, как с ней обращаться. Если что, я проконсультируюсь. Я, собственно, почему её достала? Потому что я подумала, надо попробовать сейчас. А это Маришка с Настюшей сидят. Но их не видно. Потому что они сегодня сниматься не хотят. А я ходила. О, девочки, сейчас я иду, ну, к своим детям, заодно на прогулку, как обычно. Всё как обычно. И хочу вам показать, какие на мне сегодня серьги и бусы. Так, бусы на мне сегодня искусственный жемчуг. Ну, то есть имитация жемчуга. Вот такие красивые, мелкие, меленькие. Ногти не накрашены. Сегодня отдыхают. Вечером буду красить. Так, это у меня бусы. Их видно. И сейчас покажу вам. Так. И ещё разочек. Вот так вот я в зеркало вижу, что их очень хорошо видно. И вот, видите, такие бусики. Они друг к другу подходят. Дополняют друг друга. И ещё, как можно сказать в этом случае, перекликаются. А здесь я. Кусточка на мне такого вот цвета. Защитного такого. Раньше он назывался болотным. Теперь он, как он теперь называется, я уже даже не знаю. Ну, в общем, вот такого вот зелёного цвета. И мне очень нравится вот это сочетание такого серого, приглушённого. И этого зеленоватого, приглушённого. А маникюр сделаю вечером. Вернее, покрою лаком ногти вечером. Наверное, опять красным. Хотя, может быть, вот такого цвета. Может быть, цвет мокрый асфальт будет. А может быть, просто серый. В общем, ещё не знаю. Ну, что ещё хотела добавить. Кольца не буду. Ну, я люблю, когда... Я люблю носить кольца, когда ногти покрыты лаком. А когда не покрыты, то я лучше не буду привлекать внимание к рукам. А уже вечером накрашу ногти. И тогда уже буду... Завтра уже буду... А ещё забыла сказать. Я же укоротила ногти. Почему укоротила? Потому что вот такой вот этот средний палец на правой руке, ноготь на среднем пальце правой руки я поломала. Ну, он самый выступающий. Так, тюкнула неаккуратно. И он у меня подломился. И, в общем, пришлось укорачивать все ногти. Причём сильно укорачивать. Ну, ничего. Я их аккуратно накрашу, и будет красиво. Я не люблю короткие ногти, поэтому накрашу так ногти, чтобы они выглядели не короткими. Девочки, была в магазине. Ну, как всегда, подошла к ароматам. Моё любимое занятие в магазине. И что вы думаете? Протестировала я, значит... Как это? Подождите. Версачи розовый кристалл. Да, Версачи розовый кристалл. Вот он у меня на руке. Вот один к одному Джи Фенджи. Вот этот. Вот этот аромат, который у меня давным-давно. Я его не очень люблю. Вот этот вот. Вот он у меня. Сейчас я его достану. Я вам показывала его. Вот. Вот просто один к одному аромат. Вот этот. Версачи розовый кристалл. И вот это. Ну, вот. А, хотела поделиться с вами просто вот этим впечатлением. Ну, всё. Так, я всего понемножечку рассказываю вам. Просто сейчас уже вечер. А, сколько там? А, пол седьмого. Слушайте, сколько времени? А, без десяти восемь. Без десяти восемь. Вот. И я только вот зашла, ещё даже не переоделась. Но сейчас переоденусь и к компьютеру, как обычно. А, теперь мой новый маникюр. Наконец-то. Я не люблю ходить с голыми ногтями. Я люблю, когда на ногтях лак. Ну, вот сегодня я почти целый день ходила без лака. А сейчас вот сделала. Ну, посмотрите. Ну, что ж, друзья. По кофейку. Сегодня у меня вот такая чашечка. Мощная, тяжёлая. Двухцветная. Видите? Да. Да. По кофейку. И будем красить ногти. Я всё-таки решила красным. Ну, и сверху сушка блеск. Поехали. Это намёк на весну. Что она уже практически на носу. Помните, как Леонов говорит? У меня ёлка на носу. Я обожаю это выражение. У нас с вами весна на носу. Сегодня 1 февраля, кстати. Так, закончила я, значит, маникюр. Вот красным лаком. Всё так миленько. Вот этим вот лаком. Я покрыла ногти. Также я покрыла их сушкой, блеском. А я вам миллион раз её показывала. Это Эвилайн от Польс... Польская такая сушечка. Ей уже... Я много таких купила как-то сразу. И вот постепенно их раскрываю. И пользуюсь. А вот это вот масли... Маслица для кутикулы. Вот. Ну, я вокруг обвела кутикулу. Чтобы... Ну, немножко, правда, я порезала. Немножко ранила, когда делала обрезной маникюр. Но всё равно обвела. Так. Такой получился маникюрчик. Видите, укороченные ногти. А на этой руке у меня вот тот ноготь, который подломился. Среднего пальца. Он у меня кривоватый. Почему кривоватый? Потому что я его вот со стороны надлома сильнее срезала. А там немножечко пощадила. Ну, а потом, когда уже отрастёт, я подровняю. А пока, чтобы, ну, совсем уж коротко не стричь ногти. А так, немножко. Поэтому этот чуть-чуть кривоватый. Вот. Первое февраля. Когда подсохнут немножко ногти, я вот эту цепочку надену. Кукурузу свою. Вот. И сейчас я вот в этих колечках. Ну, я не знаю. Может быть, я потом передумаю. И вот надену вот эти свои любимые. Подсолнух, ромашку. Вот. Ну, а это идёт так, как сопровождение всех колечек с белым прозрачным камнем. Не знаю. А может быть, так и останусь в этих колечках. Не знаю. Посмотрю. Духи сегодня на мне будут вот эти. Я думаю, что это... Я думаю, что это версия Эклата. Вот. Судя по цвету. Судя по цвету, я хочу показать название просто. В смысле, фирму Ларив. Вот. Ну, и вот что-то тут написано. Что-то здесь написано. Ну, такой пузырёчек такой красивый. И пахнут хорошо. Вчера я ими пользовалась. И думаю, что сегодня тоже буду ими пользоваться. Вот пока они мне приятны. Очень приятны. Ну, вот. Такой вот натюрморт. Снеговичок улыбается и говорит, что скоро будет весна. Ему немножко жарко рядом со свечкой. Ну, по-моему, его это не сильно волнует. Он весёлый. Как это весел, жизнерадостен. Чего и вам вполне желает. Друзья, это то, что я вам хотела показать, рассказать. Не забываем ставить оценки этому видео. Кто дизлайки, а кто лайки. Всех люблю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok